Вторая заповедь Ветхозавета Когда есть наибольший заповедь, он сказал Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть И возлюби Господу Богу твой Всердцем твоим, всей душой Всей крепостью, всем разумением своим Се есть первая и наибольшая заповедь Вторая, подобная ей Ближним возлюби, как сам себя На сей двоединенной заповеди Ведь закон все пророки утверждены суть Написано Поэтому, как любить Господа Первая, четыре заповеди Вторая, вторая, не ставя себе кумира Никакого изображения, полностью послужи Все понятно, объяснимо Мы служим только Богу, ему кланяемся Больше никому, никогда Тем более творению Некоторых смущает, например, говорят Ну, а вот икона-то А мы иконам не кланяемся Мы иконам не служим Мы иконам не молимся Я вот никогда не говорил Икона, помоги мне Мне в голову такого-нибудь не входило Никогда Да, я, например, крещусь, целую икону Но для меня это Делаю то, что делала моя бабушка Которая целовала фотографию своего внука Которого долго не видела Я знаю Ей было не удовольствие Глянец губам прикладывать Ленина бумажка была Это цена для моей бабушки А изображение того, кто на ней был изображен На фотографии Она как бы душой ее внученка Целовала, моя бабушка Для нее и это было ценно И, например, у нее были Большая фотография ее мужа Моего деда, погибшего на войне Это изображение было Но она не поклонялась изображению Ей был ценен дорог Кто изображен на этой фотографии Ее муж Первая, единственная любовь на всю жизнь С кем она прожила всего 10 лет Но сказала, была счастлива Прожила всю жизнь Вот что важно было Поэтому мы православные Если почитаем икону На икону возлагая надежду Если ждем силы от иконы То, конечно, да Мы идолопоклонники Мы нарушители заповеди Божьей Если же мы обращаемся К тому, кто изображен на иконе К нему душой и сердцем То мы почитаем Бога единого Так и понималось всегда Тот же Моисей Через который была дана заповедь Не створить себе кумир изображения Он же дал Через нее Бог дал заповедь В древнем храме Иерусалимском Верновьевом Завета Были изображения херуимов на стенах И на завесе Что отделял святая от святых Были вышли херувимы Стоял место престола Ковчег Завета На котором были литые Золотые изображения ангелов Изображения были И молились в их сторону глядя Но никто не считал Это идолопоклонник Почему? Потому что не изображения молились А тому, кто изображен в них Это еще нужно помнить Когда было дано Времена Ветхого Завета Когда люди поклонялись Иным богам И их изображения делали Например, поклонялись Богу Зевсу Юпитеру Астартом Митре И вот изображение этого Бога А это на самом деле Бога этого нету Есть только вот этот идол И больше ничего Поэтому надо кланять Кому-то Богу Да нет этого Бога Не существует его То есть поклонение камня И только дерево было Больше ничего Вот Господь от чего предупреждает Это сейчас заповедь От многобожия предупреждает Не только от изображений Это помнить важно